Приветствую вас на канале Техноарена, в этом видео я расскажу вам о 7 лучших смартфонах стоимостью до 600 долларов. На штоп я хочу начать с модели OnePlus 10T, которая может похвастаться экраном Fluid AMOLED с диагональю 6,7 дюймов, разрешением 2412 на 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass. Речь пойдет о версии с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. За производительность этого смартфона отвечает процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, а в качестве графического ускорителя выступает Adreno 730. Основная камера может снимать с разрешением 50 мегапикселей. В дополнение к ней идут сверхширокоугольный модуль с 8 мегапикселями и макромодуль с двумя. Фронтальная камера имеет на своем борту 16 мегапикселей. Девайс получил оболочку OxygenOS 13 на базе операционной системы Android 12. Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 150 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают высокую производительность, симпатичный внешний вид, отличную основную камеру, удобную оболочку, шуструю зарядку и приличный звук. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя иногда все же встречаются отзывы с нотками негатива. В описании к этому видео мы оставили ссылки на все смартфоны, представленные в нашем рейтинге. Там же вы найдете специальный скидочный промокод, который позволит вам сэкономить при покупке на Яндекс.Маркете. Успейте воспользоваться им. Далее в нашем рейтинге идет модель Nothing Phone 1 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Этот смартфон обзавелся дисплеем OLED с диагональю 6,55 дюймов, разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. Мне также хочется отметить, что корпус устройства имеет защиту от пыли и влаги уровня IP53. Производительность данной модели обеспечивается процессором Snapdragon 778G Plus 5G, а в качестве графического ускорителя выступает Adreno 642L. Основная камера может снимать с разрешением 50 Мп, ее дополняет сверхширокоугольный модуль тоже с 50 Мп. Фронтальная камера получила 16 Мп. Девайс работает с оболочкой Nothing OS 1.5 на базе операционной системы Android 12, которую можно обновить до 13 версии. Емкость батареи составляет 4500 мАч, доступны быстрая зарядка мощностью 33 Вт и беспроводная мощностью 15. В своих отзывах пользователи обычно отмечают симпатичный дизайн, хорошую производительность, отличный экран, достойную основную камеру и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы речи не идет, хотя периодически все-таки можно увидеть отзывы с негативной окраской, которых тем не менее абсолютное меньшинство. Ставьте лайки, если вам понравилась эта модель и не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующий смартфон, о котором я хочу вам рассказать, носит название Huawei Mate 50. Речь пойдет о версии с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами постоянной памяти. Эта модель получила OLED-экран с диагональю 6,7 дюймов, разрешением 2700 на 1224 пикселя и частотой обновления 90 Гц. Мне также хочется отметить, что корпус устройства имеет защиту от пыли и воды уровня IP68. Производительность данного смартфона обеспечивает процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G, а в качестве графического ускорителя выступает Adreno 730. Основная камера может снимать с разрешением 50 мегапикселей, в дополнение к ней идут сверхширокоугольный модуль с 13 мегапикселями и телефото-модуль с 12. Фронтальная камера имеет на своем борту 13 мегапикселей. Девайс работает на операционной системе и MUI 13. Емкость аккумулятора составляет 4460 мАч, доступны быстрая зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная мощностью 50. В своих отзывах пользователи обычно отмечают отличную основную камеру, высокую производительность, стильный дизайн, хороший дисплей, шуструю зарядку. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя иногда все же встречаются отзывы с нотками негатива. На очереди модель Realme GT 2 Pro с 12 гигабайтами оперативной, двумястами 5-10-6 гигабайтами постоянной памяти. Этот смартфон может похвастаться дисплеем AMOLED с диагональю 6,7 дюймов, разрешением 3216 на 1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass Victus. За его производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 1, а в качестве графического ускорителя выступает и Adreno 730. Основная камера может снимать с разрешением 50 мегапикселей. Ее дополняют сверхширокоугольный модуль тоже с 5-10 мегапикселями, и камера-микроскоп с тремя. Что же касается фронтальной камеры, то она получила 32 мегапикселя. Девайс работает с оболочкой Realme UI 3.0 на базе операционной системы Android 12. Емкость батареи составляет 5000 мАч, доступна быстрая зарядка мощностью 65 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают высокую производительность, хороший экран, достойную основную камеру, шуструю зарядку, симпатичный дизайн и высокое качество исполнения в целом. При этом периодически все-таки можно наткнуться на отзывы с негативной окраской, которые касаются самых разных аспектов данной модели. Но стоит сказать, что подобных отзывов абсолютное меньшинство. Финальную тройку нашего рейтинга открывает модель OnePlus 10 Pro с 12 гигабайтами оперативной, двумястами 5-10-6 гигабайтами постоянной памяти. Этот смартфон обзавелся экраном флюида с диагональю 6,7 дюймов, разрешением 3216 на 1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass. Его производительность обеспечивается процессором Snapdragon 8 Gen 1, а в качестве графического ускорителя выступает Adreno 730. Основная камера может снимать с разрешением 48 мегапикселей, в дополнение к ней идут сверхширокоугольный модуль с 5-10 мегапикселями и телеобъектив с 8-ю. Фронтальная камера имеет на своем борту 32 мегапикселя. Девайс получил оболочку Oxygen OS 13 на базе операционной системы Android 12, которую можно обновить до 13-й версии. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, доступны быстрая зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная мощностью 50. В своих отзывах пользователи обычно отмечают высокую производительность, отличную основную камеру, шуструю зарядку, хороший дисплей, приличную автономность. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки сказать нечего, хотя иногда, конечно же, встречаются отзывы с нотками негатива. Предпоследний смартфон, о котором я хочу вам рассказать, называется Apple iPhone SE. Речь пойдет о версии 2022 года с двумястами 5-ю, 10-ю, 6-ю, гигабайтами постоянной памяти. Эта модель получила дисплей IPS с диагональю 4,7 дюймов, разрешением 1334 на 750 пикселей, частотой обновления 60 Гц. Мне также хочется отметить, что корпус устройства имеет защиту от пыли и воды уровня IP67. Производительность данного смартфона обеспечивает процессор A15 Bionic, который включает в себя четырехъядерные графический ускоритель. Основная камера с оптической стабилизацией может снимать с разрешением 12 мегапикселей, в то время как фронтальная камера получила 7. Девайс работает на операционной системе iOS 16. Емкость батареи составляет 2018 мАч, доступна быстрая зарядка мощностью 20 Вт и беспроводная ЧИ мощностью 7,5 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошую скорость работы, компактный размер, симпатичный внешний вид и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы речи не идет, хотя периодически все-таки можно наткнуться на отзывы с негативной окраской, которых абсолютное меньшинство, как и в случае с остальными моделями в нашем рейтинге. А завершает наш топ-7 лучших смартфонов стоимостью до 600 долларов модель Samsung Galaxy S22 с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами постоянной памяти. Речь пойдет о версии с процессором Snapdragon 8 Gen 1 и графическим ускорителем Adreno 730. Этот смартфон может похвастаться экраном Dynamic AMOLED 2X с диагональю 6,1 дюйма, разрешением 2340 на 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass Victus+. Мне также хочется отметить, что корпус устройства имеет защиту от пыли и воды уровня IP68. Основная камера может снимать с разрешением 50 Мп и в дополнение к ней идут сверхширокоугольный модуль с 12 Мп и телефотокамера с 10 Мп. Что же касается фронтальной камеры, то она имеет на своем борту 10 Мп. Девайс получил оболочку One UI 5.1 на базе операционной системы Android 12, которую можно обновить до 13 версии. Емкость аккумулятора составляет 3700 мАч. Доступны быстрая зарядка мощностью 25 Вт и беспроводная мощностью 15. В своих отзывах пользователи обычно отмечают стильный дизайн, высокую производительность, отличную основную камеру, хороший дисплей, высокое качество исполнения в целом. При этом далеко не все владельцы остались довольны автономностью устройства. В остальном же про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя отзывы с нотками негатива иногда все же встречаются. Напоминаю, что ссылки на все смартфоны, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании. Там же мы оставили специальный скидочный промокод, которым обязательно стоит воспользоваться, если вы хотите сэкономить при покупке. А у меня на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если наше видео показалось вам интересным и полезным. И не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Счастливо!